Внимание с чьей стороны, с Ёшиной или он не устаётся вступить? Там был вопрос фолл, то есть фолл в принципе должен быть, но не на той половине, а на другой половине. А за 9 секунд до конца почему, когда вы вводили мяч, вы не взяли последний тайм-аут у вас был? Когда на контрфей вы свалили, где он зашёл по четвертому? До этого? Атака до этого? По смыслу? То есть вы хотели, чтобы он прошел за штрафами? Там всё было сказано, кто должен был получать мяч, кто должен был делать. Там тоже ошибка была? Не ошибка, игра меняется и не всегда может получить человек, который должен получать мяч. А кто должен был? У нас был или Фридзон, или Монин должен был получать или же. С последним трёх очковом тоже сомнения не было, что Монин должен бросать. Так было расписано просто. Довольно, в принципе, тем, как провела команда последнюю эту атаку? Просто финны сыграли хорошо в защите? По крайней мере, была атака, вывели на атаку игрока. Прекрасно представляю, что где-то там они будут меняться. Нормальная атака, я думаю, что лидеры они должны брать на себя эти атаки и его поддрогативы. Сегодня у сборной России был очень низкий процент попаданий. В этом связи вы не думали о том, чтобы Сергей Карасов побольше? У Сергея Карасова после игры с Грецией у него лёгкое сотрясение, он себя плохо чувствовал. Но это здоровье. Остальные ребята, которые не играли, они не вышли по той причине, что молодые просто? Ну, запускать такую игру, особенно в концовке, это, наверное, немножко неправильно. У нас была ротация. Может быть, можно было как раз за их счет чуть-чуть приберечь того, как френдзона и монифон, который больше 40 минут на беге, чтобы я бы на самом деле был свежий. Это всё можно сделать, по идее. Мы пытались и так, и так. Действительно, когда идёт игра очков в очко, да, и так мы придёргиваем, как могли. В конце первого овертайма, когда брали дайм-аут, о чём говорили? Какой схем рисовали? Шведы изоляцию должны были обрать? Да. Шведы должны были. Получить был мяч. Все широко стояли по периметру и как бы создавать атаку. Почему она не получилась? Почему она не получилась? Почему она бросалась с сопротивлением, остановилась, не пошёл, на форум не поправил? Наверное, не ко мне вопрос. Он не остановился в мигзоне, поэтому спрашивай. Почему команда не так хорошо попадалась? Нет, у нас в тот момент два снайпера было по сильной стороне специально. То есть, игрался как и наружку, свет обострял, если на него уходит, шла скидка и где-то разыгрывает. Ну, человек сам принимает решение на площадке по большому счёту. То есть, там нет какой-то конкретики, ты должен идти до конца и отдавать кому-то. Если бы он мог сам пройти, он бы забил. Василий, это такая игра, в которой ваша госпитальная философия предполагает, что каждый из 12 игроков должен быть на площадке и все должны быть в хорошей форме физической. Довольны ли вы физической формой? Если вы заметили, мы сегодня не играли и прессинг, мы не играли совершенно никакой. Мы отходили к физической форме. Сегодня вообще играли по-другому, чем первые трех матча. Да, совершенно по-другому. Ну, пока, может, на данный момент, ещё команда не готова играть в этот баскетбол, который мы хотим. А вы именно физической готовности своих баскетболистов к этому европейскому готовы и степени, условно говоря, того, чтобы все-все были в одной форме? Потому что, к которым была универсиада, Фридзонс... Не, ну понятно, потому что все совершенно в разной форме. Все совершенно в разной форме. Там ребята после универсиада, я думаю, у них спад, и это видно. То есть, как бы эмоциональные где-то и физические. Кто-то приехал позже, у кого-то где-то была травма. То есть, совершенно разный уровень формы. И поэтому, ну, наверное, сложно играть в тот баскетбол, который мы хотим играть. Что случилось с командой, когда она регулярно забивала один из двух? По-моему, начиная с треть четверти, ни разу два из двух не забили. Сложно сказать. По большому счёту, наверное, где-то отдавали силы в защите именно на своей половине. И поэтому, то есть, где-то, конечно, и ответственность давлела. Вы говорили о том, что хотели бы продолжать построение новой команды. Вот после этих четырёх поражений вы видите, что будете строить по-другому, чем строили сейчас? И видите ли пути строительства этой команды? Я по-другому ничего не собираюсь строить. То есть, я знаю. То есть, для меня есть система, которая уже приносила плоды. Которая для меня, наверное, ближе, как-то интереснее. Поэтому... А есть ли материал для этой системы? Ведь, в принципе, вы даже вчера говорили о том, что почему не взяли кого-то, если обратно некого? Как раз для этого материал есть. Ну, всё-таки, Василий Николаевич, неприятный вопрос, который неизбежен после 0-4. Эта схема, которая у вас прекрасно работала в триумфе и приносила результат. Не считаете ли вы сейчас, после этих результатов, что, может быть, она не совсем подходит сборной России именно этим игрокам? Да, наверное, в какой-то степени... Скажем так... Не то, что этим игрокам, то есть... Ну, может быть, это уровень. Нет, ну, уровень, если у тебя есть уровень, ты можешь играть в любые зоны этих схем. Совершенно. Если у тебя нет уровня, ты можешь только одну играть, скажем так, да, наверное. Это, наверное, всё-таки перестройка восприятия. Ну, действительно, перестройка и в голове, и в игре. Потому что, ну, не делается это всё-таки. За три недели это не делается. Нельзя перестроить. И, не знаю, по старинке, то есть... Ну, не то, что по старинке, то есть, по той схеме, в которой мы играли, ну, можно выиграть какую-то игру. Я не думаю, что где-то можно потом, в будущем, выиграть какой-то чемпионат. И я думаю, что прекрасно показывают все... То есть, смотрите, игры, да. Очень многие команды уже пришли. И на агрессивную защиту прессинговую. И быстрый переход с хорошими, агрессивными, не знаю, ранними трёхочковыми бросками. Вся игра стала, что вон это так же построено. То есть, никто не переходит и не играет просто в позиционку, там, пешочком. То есть, ну, такого уже надо. Не считаете, что... Да, я просто в продолжение темы. Не считаете, что вы, может быть, в какой-то мере стали заложником ситуации, что вот сборная осталась без тренера, там, по определенным обстоятельствам, и вас так в качестве пожарного привлекли, в общем-то, без, скажем так, предварительной подготовки? Я прекрасно знал, куда я иду, зачем я иду. Понятно, это как бы где-то было немножко неожиданно. То есть, ну... Всё это сделано осознанно. С моей стороны. Василий, если вы останетесь главным тренером сборной, будете ли вы лоббировать натурализацию у кого-то из игроков? Подолгнуть, наверное, на позицию большого? Ну, съезд больший. Я думаю, у нас много тренером тоже есть, и здесь у нас есть центровой, поэтому не вижу совершенно никаких проблем в этом отношении. И первый номер тоже есть, и больше, в принципе, никого не уйдет. Ну, я вообще не ставлю натурализацию. Мне кажется, надо просто воспитывать свои, развивать. Говоря о больших, вы сегодня почти на протяжении всего основного времени матча отказывались от игроков пятёркой, всё время или Соколов был, или там считанные минуты. Это вот как раз переоценка ценностей после первых трёх матчей было? Нет, тут смысл. Если мы не играем быструю игру, как бы агрессивную, и зачем надо играть по маленькой пятёрке? По маленькой пятёрке, ну, уже для того, чтобы был быстрый переход, какой-то прессинг, наверное, в чём-то. Ну, тем не менее, Антонов, который из маленькой пятёрки сейчас стреляет в этом номере, сегодня удачно действовал, и плюс-минус у него хороший, и, там, на табое оттелено, и 20 минут, а ещё там 35, ну, 30 с Саврасенко Соколовым. А кому надо было поменьше дать Саврасенко? Я не знаю, кому поменьше, но просто Антонов забивал хорошо. Мне кажется, Саврасенко в конце забил хорошо, и, на всех случаях, наверное, защиту надо брать во внимание. Когда против выходят, здоровый, там, тот же Ли выходил, да, там, наверное, большие, но уже были центровые. Когда выходил Мотова, на площадку выходил Саврасенко. А вот в защите, собственно, тоже бывали ситуации, особенно в конце, когда упомянуты вами там Ли, Мотова оставались внизу против маленьких наших, и внутри 3-4 эпизода не было помощи, и как-то не успевали смениться. Опять же, усталость в конце матча? Ну, конечно, конечно, нет и усталость. Потому что, действительно, все-таки ребята отыграли 8-9 человек, в меньшей степени, наверное, 9-8 человек. Поэтому, конечно, она немножко отодлилась к концу. Ну, там особо, чтобы Саврасенко не было. Там тоже оставался тот же Соколов. После вчерашнего поражения, которое, в общем-то, многие подумали, уже поставило крест на наших надеждах, когда на 0-3. Тяжело было встряхнуть команду и заставить ее поверить, что шансы еще есть? И как вообще прошел этот день? Команда, наоборот, даже и сама настраивалась. То есть здесь не надо, может, наоборот, немножко надо было как-то придерживать. Потому что все прекрасно понимают, что, ну, это, конечно, для российской сборы в каком бы составе там состоянии там не было, это не результат совершенно, и никаких оправданий нет этому результату. И все хотели показать и доказать. Но не показалось, что вот именно матч со шведами отломил команду, которая вообще-то с турниром, точка зрения, как выяснилось, была совершенно не важна? Ну, нет. Я не думаю, что сегодня там команда как-то выделила надлом. То есть люди бились, они играли, да, где-то немножко не повезло, наверное, в бросках, то есть где-то в штрафных от этого. Но надломным совершенно не выглядело. Два провокационных вопроса. Первый, вы вчера сказали по поводу, что швед — это умная игра. Но на протяжении всего турнира мы видим, что его гений нам иногда выходит боком. Как вообще вот вы можете оценить его игру? Потому что несмотря на то, что он талантный, несмотря на то, что он играет в NBA, в некоторых моментах такое ощущение, что он не слышит ни тренера, ни того, что ему объясняют. Ну, условно, талантливый игрок. Немножко у него такая стиль, да, игры. То есть у многих игроков есть, которые много привыкли забивать. То есть больше быть с мячом где-то, брать на себя больше атак — это нормально совершенно. Наверное, для него самое главное — найти этот баланс между игрой с командой и отдельной игрой. Потому что зачастую бывает. Он играет на команду. То есть он играет, очень много отдает. Но когда он отдает эти мячи, он немножко в себя забывает. А когда он, наоборот, вспоминает о себе, он немножко забывает в команде. А сегодня довольно баланс? Потому что, с одной стороны, 25 очков, с другой — пара руковых ошибок в конце. Ну, ни руками не ошибок, он промазал. Это он бил броски, которые он забивает. Так же и в этих же концовках. И спиной забил с ВДО, и этот, да, там два. Здесь он промазал. Ну, это, конечно, не промах имел в виду, а вот тот фол, который вы сказали, что не очень оправдан. Фол — это где-то, наверное, и маяшик. То есть это получилось непонимательно. А его, грубо-бару, никак? Я думаю, это не какой-то супер, но совершенно нормально, совершенно нормально. Ладно, я попробую аккумулировать всего. Второй провокационный. После 0-4, естественно, многие тренеры привыкли говорить на то, что я готов подать в отставку. Я не спрашиваю об этом. Сколько раз по ходу турнира, по ходу матча у вас было это желание? Или не было вообще? Я думаю, у меня не было этого желания. Трудно, да, наверное. Ну, это слабые люди, мне кажется, это все делают. Большой еще уходят, от чего-то отказываются. Только на горизонте какие-то трудности засветились. Если как бы посчитать, что я недостойный этой сборной сборной, никаких проблем в этом не было. Я сам не готов. Спасибо. Наглый вопрос. Вы считаете, вы достойный сборной? Вы считаете, вы достойный сборной? Наглый вопрос. Просто, наверное, решать. То есть, я буду стараться, по крайней мере, делать все возможное для этой сборной. С этой сборной так же расти, развиваться. И я думаю, что это все в наших силах. Ну, любому тренеру обычно признается, что что-то я бы сделала не так. Есть ли что-то такое, что вы посчитали в поражение, что-то нужно было делать не так? Я не буду говорить конкретику какую-то, да, безусловно. То есть, я не считаю себя каким-то там тренером, уже достигших каких-то высот. Я также, о чем говорил где-то в начале пути, понятно, что и у меня есть ошибки. И немало, совершенно немало. Самое главное, наверное, делать для себя эти выводы из этих ошибок, да, учиться на своих ошибках. То есть, где-то не посыпать голову, где он, наверное, где-то не думать, что все вокруг виноваты. То есть, я прекрасно понимаю, что основная, наверное, вина на мне лежит. То есть, это прекрасно. А еще какой-то очень шляпный вопрос. Президент РФБ говорил, что при выборе главного тренера сбора все равно выбор будет делан из трех российских специалистов. Вас, Пашутина и Базаревич. Согласитесь ли вы работать в тандеме с кем-то? Я уж говорил, конечно. А вот печальный опыт тандема Белов и Елена вас не включает? Вы играли в этот бой? Ну, играл, но если думать, что было, там раз на раз на пехолок, как говорится. А чего ждать от завтрашнего матча с турками? Будем, скажем так, пытаться сохранить лицо, а может быть там сегодняшнюю модель игры увидим? Или, как только уже шансов действительно нет никаких и товарищеский матч, по сути, превращается? Может быть, дадите больше молодым? Какая будет картина? Ну, я думаю, что для сборной при всех вариантах надо где-то выиграть. И все равно все будет строиться от желания победить, от победы. То есть понятно, что ребята, лидеры, они отдали очень много сил сил. Очень много сил, там, занимают, например, тайнеры и отработав. То есть все будет зависеть, в какой форме завтра они будут, смогут ли они там играть. То есть понятно, я думаю, что, наверное, уже в быстрый баскетбол вряд ли получится играть. Ну, все будем смотреть, все будет по ситуации. Понятно. Спасибо большое. Спасибо.